Особое мнение на 101FM И вот прежде, чем я спрошу вас об итогах поездки, о том, изменилось ли ваше мнение касаемо объекта в Мородыковском, хочется поинтересоваться, что же вам такого там рассказывали, показывали, какие технологии там применяют? Ну, во-первых, не Шпиталау. У нас много было информации в городе, что нас отправили на Шпиталау, которое абсолютно не связано с опасными видами отходов. Были абсолютно другие заводы, как в отдаленности от Вены, так и в самой Вене, в пригороде города. На этот завод вы не ездили? Мы не ездили. Ездили там, где перерабатывают как раз опасные виды отходов, так называемые стоковые отходы от предприятий. Что сразу заметно было, что по расположению этих предприятий, они все-таки располагаются там, где непосредственно есть отходы. То есть, например, первый завод, который был у нас, это в 250 или где-то в 300 километрах от Вены, там находится и металлопереработка. То есть, это какая-то техническая зона, где есть несколько предприятий расположенных, да? И, соответственно, у нас тоже был вопрос, почему завод был поставлен именно здесь, хотя это было пригорье Альп, изумительной красоты, конечно, место. Это туристическая зона, это зона санаторий, там очень много располагаются санаторий, но, тем не менее, завод там есть, потому что там есть предприятие. И от предприятий логистика выстроена так, чтобы было легко все это свести именно на завод, а не в ближайшую там каналу. Свести на завод именно вот с предприятия, которое перерабатывает, потом на какую-то дальнейшую там переработку или с промышленного предприятия? С промышленного предприятия на предприятии переработки. У нас же, как планируют построить там три завода на Россию, ну, еще плюсом два продумают еще где, как-то они вот все рядом. У нас некий такой круг получается, где вот доказывают, что очень хорошее место расположения, это Киров, это Камбарка вот в Мурте, и это еще Курган. Ну, это все рядом. А как у нас с Дальнего Востока повезут, как у нас еще повезут с южных частей, когда с северных. Ну, да, транспортное плечо будет. То есть в логистике нам не доказано, что наше расположение там в Кировской области, этого предприятия Росрау, оно выгодное. И у нас нет таких заводов, как на примере Австрии. Рядом с нашей, там, не то что в нашей области, еще и совсем рядом с нашей области нет таких предприятий, где очень много было бы тысяч тонн отходов. Ну, в Австрии вас что удивило, что поразило, может быть? Ну, Австрия, это не Россия. Уже начнем с этого, и там закон соблюдают. И если там есть нормативы выбросов вредных веществ, то они соблюдаются. И мало того, что они соблюдаются, они еще и пытаются их занизить. Точнее, не нормативы, а именно уже выбросы. У нас же, как поступают с нормативами, у нас их нормативы превышают. Как у нас случилось, это вроде в начале года 60 раз повысили нормы выброса загрязняющих веществ. У нас со свалки идут зловония, запахи, и вместо того, чтобы со свалкой решить проблему, у нас решили проблемы с нормативами. И все у нас опять сейчас в норме. Такого в Европе нет. И будет ли у нас продолжаться политика наша, российская, либо мы перед ними примем не только технологии австрийские, европейские, но и норму некой жизни, норму государственного управления. Об этом не было речи, а была речь только о технологиях. Сколько всего заводов вы посетили? Два завода. Это были оба мусоросжигательные заводы? Или какой у них был функционал? Там 80% где-то отходов сжигают для получения электроэнергии и тепла своему городу. Сжигают бытовой мусор? Весь мусор сжигают, даже опасный. Вся технология выстроена. То есть даже те отходы, которые потенциально готовы привести к нам, то есть вот такие же отходы перво-второго класса опасности, там они сжигают? Там и сжигают, что многих экспертов удивило. У нас обычно речь идет о переработке и обезвреживании. Там же идут просто несколько стадий. Сначала обезвреживают, сортируют, какую-то массу получают. Вот я не эксперт, к сожалению, не могу правильным языком сказать, но для жителей, наверное, будет мой язык даже понятнее. Привезли отходы, их обезвредили, понизили класс опасности и начинают сжигать. Вот такая технология там применяется. Здесь такую же технологию хотят применить, но без сжигания, как я понимаю. Ну, у нас заявляется, что это будет комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию. То есть, ну, видимо, они как-то будут утилизироваться и там обрабатываться, наверное, в какие-то, может быть, фракции, выделяться, которые могут быть вторично использованы. Да, можно с этих отходов получить полезные фракции, тем самым заработал бы еще завод на продаже вот этих же ртути. Но у нас сбыт тоже не налажен. Как сбыт именно отходов с предприятий, которые будут поступать на переработку, так же и с заводов переработки. А куда им все эти полезные фракции потом отправлять? У нас нет этого сбыта. Вы не задавали компанию Росрау, почему они вас отвезли, отправили вас на экскурсию вот именно на эти предприятия, которые, на мой взгляд, к технологиям компании Росрау отношения не имеют? Потому что мне бы, наверное, там, как человеку, который живет в Кировской области, было бы интереснее узнать, какие же все-таки технологии сама компания Росрау применяет, насколько они современные, насколько они там отвечают требованиям экологического законодательства. Не спрашивали их? Во-первых, Росрау отдать должное, они пытаются быть открытыми. И поэтому пригласили особо недовольных общественников, ну и экспертов, которые входят в различные рабочие группы, посмотреть на технологии, которые хотят реализовать у нас, в том числе в Кирове. Но технологии – это технология. Главное – сделать техническое задание, выбрать технологии, все построят. У нас проблема именно на уровне государственного управления. А по технологическим процессам они нам показали. Да, там все безопасно. Если у нас будет такой завод, ну действительно, беспокоиться будет не о чем. Но у нас еще где хотят построить завод? На земле, где у нас перерабатывались радиоактивные отходы. Как-то людям обещали в пыль перемолоть все корпуса, чуть ли не землю увезти на переработку, новую завести. Людей уже обманули тогда. Какая им сейчас, какая вероятность, что они сейчас поверят? Конечно же нет. Поэтому очень именно опасения в том, что на каком месте собираются построить этот завод. Еще случаи, что в Австрии эти заводы горят. Даже мы, когда были, что у нас произошло? Взрыв произошел. Конечно же, не на наших предприятиях, где мы посещали, но на каком-то из заводов в Австрии произошел взрыв. А у нас, если произойдет взрыв? У нас земля радиоактивная, у нас там корпуса, наверное... Более того, там в двух километрах населенный пункт. Поэтому то, что они хотят сэкономить на инфраструктуре и построить завод именно в этом месте, ну, это, наверное, не стоит этой экономии, когда случится, не дай бог, какой-то взрыв, пожар. То есть в целях безопасности лучше куда-то его там перенести и сделать его все-таки не Мородыковскому, а на какой-то другой территории? Да, именно возникают сомнения уже вместе. В технологиях сомнений меньше всего. По месту расположения сомнения есть. И по организации, как будет организовано вход и выход всех отходов. Именно получение от предприятий, будут ли они все-таки сдавать на переработку. И куда же все-таки переработанные отходы будут отправлять. Татьяна, я предлагаю прерваться на перерыв короткий и вернемся потом к этой же теме. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию, продолжаем особое мнение. Сегодня его высказывает депутат городской думы Татьяна Веселова. Мы начали обсуждать поездку наших общественников, наших депутатов, журналистов в Австрию на мусороперерабатывающие заводы. Мусоросжигательные, наверное, заводы. Все-таки итоги, какие вы для себя вынесли. Есть ли какие-то у вас... Мы уже, конечно, так озвучили в целом. Какие пожелания, может быть, компании Росрава вы бы сформировали. Но если там кратко, резюмируя, на чем бы вы сделали акцент и что бы вы хотели увидеть уже при получении технического задания, при чтении этого технического задания, что должно на опыте вашей поездки, что должно соблюдаться и на что следует обратить внимание разработчикам. Разработчикам следует обратить внимание и дать людям возможность выбрать, в каком месте этот будет завод. Начну с этого. Не надо уже по факту людям предъявлять, вот будет завод и все. Не надо против людей идти. Может быть, есть все-таки области, где они скажут, давайте. Второе, конечно же, обратить внимание к безопасности. Если в любом месте, где бы не построили это предприятие, нужно на безопасность обращать внимание и показать еще экономику. Сейчас, мне кажется, даже Росрау не видит всю экономику, сколько денег потребуется. Например, завод в Австрии по нынешним ценам стоил вроде бы 7 миллиардов. Сейчас у нас выделяется 5 миллиардов. По нынешним ценам в рублях переводить или в евро, мы все-таки считаем? Мы перевели в рубли, то есть где-то получилось 7 миллиардов. Но это 100 миллионов евро нам обозначили цену одного из заводов, который у нас хотят здесь построить. И то без еще одной там линии. Здесь же у нас 5 миллиардов выделяется, 7 стоит завод, еще и без одной линии. Во сколько у нас обойдется завод? Уже не проработана экономика. И насколько будет дотационное предприятие? Сейчас у нас нет видения, что это предприятие сможет зарабатывать на этих отходах. Оно будет абсолютно дотационным. Это предприятие будет государственное, и государство будет содержать. А значит будут содержать наши жители. Мы с вами налогоплательщики. Ну да, логично. Я хочу вас спросить про Мородыковский. Еще не так давно, с 11 по 14 октября, в Котельниче. Это как раз город, который непосредственно находится рядом с Мородыковским. По-моему, 18 километров по прямой, если считать. Там общественная организация Союза химической безопасности проводила опрос. Причем можно было так развернуто ответить, там, за объект они выступают, против объекта, почему. Ну, то есть не было закрытых вопросов, да, нет. Так вот, они сообщили, что людей вообще пришло очень мало. Ну, и вообще за эти там три дня мало люди проявляли интересы к этой теме. Вот у меня вопрос, почему падает заинтересованность людей, почему они перестали этой темой интересоваться, почему перестали свое мнение высказывать. Может быть, смирились уже? Мы это наблюдаем, как и на публичных слушаниях всех в городе, в районах, так и на выборах наблюдаем, что у нас явка падает. Вот, да, очень хорошо построила государство, политику о том, что от тебя ничего не зависит. Так у нас сейчас также завод идет и говорит, будет вот такой завод, а они идут, не спрашивают, а нужен ли он или нет. Поэтому, да, у людей апатия возникает. И сейчас большой вопрос, собраться бы надо, наверное, уже не экспертам каких-то, а психологам, именно психологам и экспертам, как людям сказать так, чтобы они уже пошли и высказали свое мнение, не боялись. Потому что от жителей много что зависит, если их придет, конечно же, не один человек. Ну, вы думаете, если их много придет? Ну, я думаю, что все равно предприятие уже, наверное, вопрос решенный. Что оно здесь будет, что оно здесь появится, наверное, уже там. Ну, я, как видите, как большинство, наверное, считаю, что вряд ли от этого что-то изменится. Потому что, во всяком случае, у нас здесь есть площадка. Даже если завод будет, то при массовом недовольстве жителей он уже будет к нему пристальнее внимания, уже, значит, больше экспертов, больше общественного контроля, которые как раз-таки послужат гарантией того, что будет все по технологиям. И главное потом обеспечить этот общественный контроль. А у нас что сейчас? А как мы вот как общественники, например, как жители области, как мы можем обеспечить там контроль, если мы не понимаем ничего в этих технологиях, в технологиях, которые применяются, ну, не разбираемся? В действительности, если вслушиваться, то не каждый эксперт будет говорить на своем языке научном. Много можно что понять простому гражданину. То есть я не эксперт, но понимаю. Вот именно, может быть, что-то пересказать не смогу, но понять точно пойму, если я туда приду на этот экспертный совет. У нас с общественным контролем пока беда. Взять этот же биохимзавод, туда Росприроднадзор не смог зайти. А как же у нас общественный контроль будет работать на этом предприятии? Откройтесь уже полностью, дайте все цифры, технологии, все, что будет туда завозиться, куда будет вывозиться, откуда будет завозиться. Может быть, тогда и люди пойдут навстречу. Если при таком общественном контроле, не как с биохимзаводом и Росприроднадзором нашим. Ну, то есть открытость – это одно из таких важных пожеланий, наверное, да, Росрау? Да, это было пожелание австрийцев, когда спросили, как же вы перебороли страх жителей, они первым словом сказали открытые данные. О них полностью все открыто, у них на завод, по сути, можно зайти. То есть любой житель Вены может прийти на завод и посмотреть, как он работает? По предварительному, конечно же. Нас пропустили легко, без каких-то преград. Вот у нас двери перед нами никакие соседние не закрывали, мы заходили везде, где можно было. То есть даже в цехах, где происходит там переработка, сжигание, вы туда попали? В цехах там, конечно, очень жарко, я думаю, мы там все не попадем, но на видео все показали. То есть там, где мы не зашли в этот же цех переработки, выведено все на экране, и мы эти экраны все видели. То есть там полностью открытый процесс. Ну, то есть открытый процесс – это такой способ показать жителям, что все это не так опасно, не так страшно. Все это вот можно прийти, посмотреть, пощупать. Да, это основное и основное пожелание наших коллег из Австрии. Давайте тогда к другой теме, теме отходов опасных. Перейдем к отходам бытовым и к раздельному сбору мусора. Не так давно в Киевской области у нас утвердили правила раздельного сбора мусора. Систему поэтапно планируется внедрять уже совсем скоро, с января 2020 года. Говорится, что в распоряжении Министерства энергетики, говорится, что для сортированного мусора будут установлены отдельные контейнеры. Будут они там различаться по цветам, что, собственно говоря, сейчас уже тоже есть. Но вот беда в эти контейнеры, даже сейчас у нас есть контейнеры для бумаги, есть контейнеры для мусора, вернее, контейнеры для пластика. Их не так много, но они, тем не менее, в городе есть. Но беда в том, что жители, когда приходят, они там, кроме бумаги, бросают туда еще и общий мусор. И зачастую бывают ситуации, когда рекоператор наш приезжает и, значит, эти же контейнеры в общую машину сгребает и увозит на полигоны. Как скоро и скоро привьем мы жителям привычку к раздельному сбору мусора и привьем ли вообще? Специально вот вчера и сегодня начала просто спрашивать людей, с кем я сегодня общалась. Вот будешь перерабатывать или нет, пополам разделилась. То есть у нас все равно жители готовы сортировать, но дайте им удобно сортировать. Потому что сейчас на площадку придешь, иногда и не поймешь, где тут контейнер для бумаги, там же, там хотя бы, где он установлен. Потому что они грязные. Да вообще площадка, по сути, грязная. И человек, приходя туда, он даже не читая, он уже просто кидает в контейнер. Будет это все удобно, красиво, и жители будут сортировать. Привить к тем, кто не хочет сейчас сортировать, я их спрашиваю, а как? Конечно же, это рублем. Точнее, не штрафом. То есть стимулировать рублем. Стимулировать рублем, а именно сокращение тарифа. Если у них дом сортируют, пусть понижают тариф, и вот тогда вот они будут сортировать. То есть вот такое однозначенное мнение у всех. Подождите, но это история тогда, вы говорите, на дом. Не каждому конкретному жителю. Мне кажется, дом очень трудно убедить сортировать мусор. А там уже соседи, я думаю, сделают работу всю за нас, и как-то будут разговаривать друг с другом о том, что давайте сортировать, либо платить 200 рублей, либо там, ну, условно, 50. Вот я думаю, бабушки такой контроль устроят в этом дворе, что они еще и сами будут сортировать его соседей. Скажите, ну вот, ладно, насортируем мы этот мусор, разложим по контейнерам. Но если сегодня у нас нет перерабатывающих станций, нет сортировочных станций, и я так понимаю, что не предвидится, потому что в тарифе это не заложено, поскольку у нас не очень высокий тариф, зачем тогда все это вводить? В тарифе это заложено? Тариф у нас высокий? Сейчас как раз таки обязали... Просто я помню, что рекоператор нам как раз говорил о том, что не позволяет сегодняшний тариф строить мусороперерабатывающие мусоросортировочные станции. Ну, если я не права, поправьте меня. У них есть в тарифе инвестиционная составляющая, и они уже многое время собирают плату по этой инвестсоставляющей. Как раз таки по инвестиционным взносам они должны были построить эти линии сортировки. И они еще все равно будут обязаны построить. И раз ввели такой документ по раздельному сбору мусора, он однозначно должен быть параллельно с установкой таких линий. То есть это будет. Если этого не будет, то кто-то, наверное, будет уволен, и все равно это будет. Это необходимо сделать, и это необходимо было сделать уже в этом году. Даже еще в начале мусорной реформы. На линии надеемся, что они все-таки появятся. Теперь только дело за организацией этого процесса во дворах у домов. Татьяна, раз уж мы заговорили про Куприд, я хочу спросить, что это за история с передачей контрольного пакета акций из города в область. Вчера наши коллеги с портала news.ru написали новость о том, что на ближайшем заседании городской думы 30 октября, который будет, депутаты проголосуют за передачу контрольного пакета, а это 64% акций, в пользу области. Причем произойдет это безвозмездно. Почему так? Если у вас какая-то есть информация, расскажите, пожалуйста. Действительно, вчера был совет Кировской городской думы, где утверждали повестку предстоящей сессии депутатской. И один из вопросов – передача пакета акций в область. На каких это условиях, пока информации нет, но есть намерение у города это не передать безвозмездно, а продать. Тут вопрос – продать, либо, может, хотя бы получить от области взамен просто что-то. Нашему городу деньги давать, я думаю, не стоит. Если будет это преграда для того, чтобы передать пакет акций в область, ну, я буду за область, конечно же. Передавайте уже этот куприт. В неумелых руках города куприт разваливается. Может быть, с областью он будет лучше. И тем более, ну, все-таки это региональный оператор. Занимается мусорной реформой в области. Ну, логичнее заняться купритом тогда именно уже областным властям. А город уже будет работать как муниципалитет, как все муниципальные образования области. И то, что хотят получить деньги сейчас город за пакет акций, есть такая информация. Она и не подтверждена, еще не документально и не опровергнута. Можно предположить, о какой сумме может идти речь? Суммы, суммы. Надо смотреть программу приватизации еще двухлетней давности, за которую планировали продать. Вот не буду сейчас сумму говорить, как бы она не разошлась в СМИ. Надо посмотреть и уточниться. А сегодня сколько в бюджет города куприт приносит? Сегодня поступают дивиденды, но они же... Ну, это миллионы, как бы это, наверное... Ну, это десятки миллионов или это миллионы? Это десятки миллионов. Но это было тогда, когда не надо было в куприт вкладываться. Сейчас же куприт у нас, по некоторым данным, идет уже в ноль, уже в минус, там идут нулевые балансы. И сейчас мы уже не ждем от куприта каких-то поступлений в бюджет. Потому что я-то задала вопрос, как раз-таки думая, что как бы не продешевил город при передаче куприта. Здесь, тут уже не город не должен продешевить, тут о людях нужно думать. И если в руках администрации города куприт разваливается, срочно спасать и передавать в область. Потому что у нас начнется коллапс мусорный, как это было полтора года назад. Татьяна, у нас немного времени остается до перерыва. Я сейчас обозначу тему, которую мы обсудим в следующей, и мы с нее продолжим уже, когда вернемся с перерыва. Также на одном из ближайших заседаний Городумы, не знаю, на следующем или, может быть, через одно, или еще там попозже, вы, вероятно, будете обсуждать вопрос о смене функциональной зоны участка на строителей 29. Это пересечение Ульяновско-Юровской. Он находится рядом с ипподромом, и чтобы слушатели поняли, это чуть левее там станции скорой помощи. Там сейчас находится недострой. Там в 89-м году его планировали построить. Сейчас он также недостроен. Планировали построить там больницу. Сейчас, как я понимаю, собираются функциональную зону участка сменить и разрешить там возводить объекты жилого назначения и коммерческой недвижимости. Вот мне интересно, как вы будете голосовать на Думе, если уже можно об этом говорить, если у вас там какое-то мнение сформировалось по этому вопросу. И нужно ли городу очередные жилые дома, где, ну, наверное, будет продана только половина квартир, потому что мы знаем, что строительный рынок сейчас находится не в очень хорошем состоянии. И вот недавно прям пришли данные статистики, говорится, что на 17% у нас рынок строительный упал в сравнении с 2018 года. Вот эту тему я предлагаю обсудить. Сейчас прервемся на перерыв. Вернемся и продолжим. Возвращаемся в студию. Продолжаем особое мнение. Гость наш сегодня Татьяна Веселова, депутат Кировской городской думы. Начали до перерыва. Я обозначила тему. Мы говорим о смене функциональной зоны участка на строителе 29. Зоны, где можно сейчас строить объекты здравоохранения, на зону, где можно будет возводить объекты жилой недвижимости или коммерческой недвижимости. Ну, так называемая зона общественной деловой застройки. Татьяна, если можно уже как-то сказать, как вы будете голосовать, и есть какая-то, может быть, позиция там фракции или ваша личная по этому вопросу, то можно ее сейчас обозначить. Мне кажется, что позиция фракции ЛДПР, это уже хватит застраивать город. И как мы выступали за необходимость наведения инфраструктуры, в том числе социальной, застройщиками, так и продолжаем выступать. Год назад, может, даже более, у нас Илья Вячеславович заявил, что больше застроек без социальной инфраструктуры не будет. Но пока мы не видим дома как строились, так и строятся. Это что мы сюда имеем в виду? Детские площадки, там школы, детские сады. То есть все это должно происходить в комплексе, правильно я поняла? Конечно, комплексная застройка. И эта часть, вот эта территория, ну просто лакомый кусочек, сейчас, конечно же, будет для застройки. Но не очень большая для того, чтобы там строить еще и школы, детские сады, там, наверное, места не хватит. Ну, вот визуально хватит. И даже есть мнение части работников администрации, что можно строить школу, так давайте будем думать. Может быть, что-то надо отмежевать. Там, если не хватает, то, скорее всего, немножко не хватает. Так вот, надо найти, присоединить территорию и построить там, что нужно, школу, так школу, детский сад, детский сад. Там три школы рядом, в этом квартале, это 52-я, 27-я, 60-я, там в две с половиной смены учатся. И явно вот школа на строительной 29, она найдет своих учеников. Также есть запрос от наших родителей, конечно же, по спортивным объектам. Это школа гимнастики, например. Надо прислушиваться, а не строить дома, потому что у нас будет очередной социальный взрыв, когда на Юго-Западе будут учиться у нас в три смены, и детей будут возить в пригород, либо в центр. Надо воспользоваться этой территорией и построить социальный объект. Хорошо, но тогда как можно решение администрации откатить обратно? У нас остался вроде как последний день до завтрашнего дня, когда жители могут высказать свое мнение. Поэтому призываю жителей высказывать свое мнение. Единственное, у нас есть такой промах в законодательстве, что публичные слушания, они обязательны к проведению, но не обязательны к исполнению. Если придет три человека, они проведены, и все. Если придет 200 человек и выскажут свое мнение, я думаю, просто придется прислушаться городу. Поэтому сейчас необходимо набрать эти 200-300 человек, которые выскажут свое мнение и защитят эту территорию. Но если рекомендательный характер слушаний, то, в принципе, могут ими не воспользоваться, к ним не прислушаться могут. Могут не прислушаться. Тогда какой механизм может быть еще? Ну, власти дождутся опять митингов, протестов. Поэтому у нас, наверное, люди пойдут на улицы. Не так у нас активен народ, но когда совсем уже не слушают власти, то есть если человек высказывал свое мнение, его не учитывают, и человек все равно уже придет, значит, у нас будут митинги. Ну, я правильно понимаю, что следующая ступень вот за общественными слушаниями это городская дума? Да, это городская дума уже принимает решение о смене зоны. То есть здесь может вмешаться городская дума, наверное, на этой стадии, там принять, либо не принять? Да, есть еще вот одна стадия, и жителям нужно будет не только к депутатам своего округа обратиться, а ко всем депутатам. Со своей стороны, за своих депутатов, за свою фракцию, я могу сказать, что мы будем против застройки жилыми домами вот этой территории. Ну, я так понимаю, что вот этот участок, он находится в плане приватизации, который городская администрация составляет. Его оттуда как-то можно исключить, чтобы его не продать там в частные руки? Если поправить немножко, то план приватизации, он в областном, потому что это федеральная собственность, и тут уже тоже можно внести изменения в план приватизации депутатам областным. Мы эту простую... Скоро к этому отношения не имеем? То есть вы, как депутаты городской думы, не можете решаться? Программа приватизации нет, мы только сможем изменить или не изменить зону. По сути, общественная деловая застройка, она подразумевает и все социальные объекты. Туда можно, там и школу, и детский сад, и спортивные объекты. Это все можно будет построить при этой зоне. Единственное, что у нас всегда зоны меняются без какого-то проекта и без планов. А уже зону изменили, и потом начинается без участия депутатов и вообще полностью закрытый процесс именно того, что уже там будет на этой территории. Но вы думаете, что если там будет жилой дом, то и там и больница, и школа туда войдут? Потому что мне показалось, что участок такой не очень большой. Если жилой дом, то не войдет. Поэтому здесь от жилых домов полностью нужно отказаться на этой территории. Так может быть, тогда и не менять функциональную зону? Сейчас там зона здравоохранения, поэтому если построить школу, все равно необходимо будет менять. И мы всегда выступаем за то, чтобы с изменением зоны нам представляли проект. Но проект нам не представлен того, что будет на этой территории. Так же, как мы о Квату разговор вели. У нас что родители... И ведем до сих пор. Да, что у нас родители требуют там построить. Образовательный кластер. Да, образовательный кластер. И мы их полностью поддерживаем. Будем защищать их интересы, их мнения. Это такое же наше мнение. Там жилая застройка должна быть полностью исключена. Переведите этот же Кэпл на эту территорию. Кэпл освободите под детский садик. И тем самым на территории, где там сейчас находится Кэпл, снизится нагрузка на родителей, что вот у них будет под руками детский сад, под домом прямо. Эта территория Квату, она должна быть таким центром, который разгрузит вообще весь город. Им надо умело воспользоваться. А не просто взять один новый проект по жилой застройке. Так же и здесь. Строителей 29. У нас сейчас уже очень мало осталось территорий, где можно построить социальные объекты. Вот вам, пожалуйста, строить. В общем, надо брать и пользоваться. Умело. Ну, давайте к другой теме немножко перейдем, хотя смежной тоже. Несмотря на все вот эти перипетии, несмотря на точечную застройку, несмотря на грязь, которая у нас бывает на улицах, наш Киров попал в рейтинг, в личный рейтинг блогера Ильи Варламова в список городов, в которых ему или там вообще хотелось бы жить. Всего в рейтинге 70 городов, там 40 городов, где бы хотелось жить, и 29 там, ну, с отметкой минус, где бы жить не хотелось. Киров занял там 21 место. Вроде бы хорошо. И Илья Шульгин, комментируя этот рейтинг, сказал, что да, проблемы есть, но, значит, выразил надежду, что город, наверное, городская среда будет меняться в режиме нон-стоп, будет меняться к лучшему. Но если посмотреть на рейтинг Варламова, там, 15-го года, Киров у нас потерял за 4 года 4 позиции, находился на 17-м, сейчас на 21-м. Если, ну, на мой взгляд, если там улучшение городской среды происходит, то, видимо, не в лучшую сторону. Вы согласны вот с этим рейтингом, и можно ли сказать, что там жизнь в городе стала хуже? Или, может быть, лучше все-таки? Я очень рада, конечно, что Киров попал в рейтинг городов, где хочется жить. По мнению Ильи Варламова, я тоже хочу в этом городе жить. И нужно тогда пригласить сейчас Илью Варламова, переехать к нам в город и развивать этот город, чтобы он попал не только на 21-е место, а, наверное, там в тройку вошел. Нам очень нужно пригласить. Пригласить в качестве кого? Жителя, нашего соседа, нашего земляка. Поэтому, Илья, пожалуйста, приезжайте, живите в этом городе, будем вместе его развивать, и уже этот город, наверное, не упадет в рейтинге на следующем и в следующих годах. Есть что развивать. Действительно, город можно любой сделать таким, чтобы в нем хотелось не только жить, но и оставаться, и приглашать сюда всех своих знакомых, чтобы стать соседними. Но вот эти четыре потерянные позиции за четыре года, можно ли сказать, что мы действительно стали хуже жить, хуже стала наша городская среда, которая нас окружает? Я думаю, потери связаны с тем, что Илья за это время посетил еще несколько городов, и они просто опередили наш город. Поэтому падение рейтинга Ильи Варламова такое, конечно, объективное. То есть это не то, что наш город стал хуже, просто другие, может быть, были лучше. Да. Действительно, у нас, конечно же, развивается город, но, может быть, не такими темпами, как остальные города. Поэтому то, что он упал на четыре позиции, может быть, это даже мало. Потому что вот в этих списках, где город... Мы 21-я из этих 20 городов, я посмотрела, была... В половине я была городов. Действительно, рейтинг очень субъективный. Не каждый примет этот рейтинг за прям то, что должно быть вообще у нас в России. Но очень много городов развиваются кардинально быстрее, чем наши. И там меняются подходы. А что нам мешает развиваться? У нас, наверное, власть, она как-то нехозяйски относится к нашему городу. То, что сейчас многие жители воспринимают нашу власть как варяги, вот оно вот сейчас и вскрывается. Не к своему городу наши власти относятся, как не к тому городу, в котором они собираются оставаться жить. Как-то на бумаге у них все происходит. Подождите, это же тенденция, когда приезжают управленцы из других городов. Это же не только наша история. Это история в других городах. Тоже она происходит. Происходит. Но у нас сейчас сложилось так, что не по-хозяйски, не хозяйственники к нам приехали. Может приехать человек, конечно же, из другого города, привнести что-то нам новое. Я всегда за какие-то новые тенденции. Но нынешняя власть, она ждет, мне кажется, когда уже закончится их срок, и они уедут в следующий город. А здесь останется то, что останется. Потому что здесь все, что меняется, это все благодаря общественности. Если общественность заметила, что бордюр высоко, тогда поменяли. Сама у нас администрация ни за что не увидит, что у нас бордюр высоко, и у нас коляски нельзя через тротуар на дорогу перенести. Поэтому большая просьба к жителям тогда взять в свои руки уже наш город и говорить нашим приезжим товарищам, нашей приезжей власти, что необходимо нашему городу поменять. И Илья Варламов, пожалуйста, приезжайте. Будем говорить это вместе. На этом я предлагаю закончить. Приглашаем Илью Варламова в качестве жителя. Татьяна только что это предложение озвучила. Мы программу завершаем. В нашей студии был гость, была гостья Татьяна Веселова, депутата Кировской городской думы. Я вас благодарю. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM